Основные ингредиенты – мука, вода, соль. Это небольшая комната, на самом деле домашняя пекарня, сердце которой – обычная электрическая духовка. Валерий Барбунов записался в пекаре не так давно. Два года, как переехал в деревню и решил хлеб не покупать, а делать самостоятельно. Тесто, когда замешиваете, обязательно в хорошем настроении, от души, с душой это делать. И тогда и хлеб будет получаться очень хороший, вкусный. Ручной замес теста – процесс довольно трудоёмкий. Пекарь говорит, это даже сложнее, чем рубить дрова или косить траву. Сын Андриян потихоньку перенимает опыт хлебопёка. Уверяет – с закрытыми глазами может отличить свой хлеб от любого другого. Мякиш пахнет кислинкой, а на ощупь корочка неровная. Это всё от натуральности. Никаких улучшителей и ароматизаторов. Я помогаю своему папе мазать формочки. И ещё я иногда помогаю ему заводить тесто. А иногда накладываю в формочки тесто. Потом получается вкусный хлеб. Пшеничный, молочный, ржаной с орешками и изюмом. Стараются попробовать что-то новое и экспериментировать с начинкой. Это у нас молочный хлеб с кунжутом. Хранится дольше. Дольше остаётся свежий. Домашний хлеб нравится не только родным и друзьям, но и односельчанам. Свою выпечку пекарь раздаёт всем желающим. И даже проводил мастер-класс для школьников. Рассказывал, как делают полезный хлеб. Мне приходилось обращаться к Валерии за тем, чтобы мне на свадьбу испекли каравай. Было очень эстетично, красиво. Всё очень понравилось и вкусно. Нам бы, конечно, хотелось жителям, чтобы в нашем селе вот такие мастера, как Валера, могли печь свой хлеб, чтобы было безо всяких добавок. В общем, здоровая пища была для села. Барбуновы приобрели электропечь вместимостью почти на сотню буханок. Начали строительство по соседству цеха для выпечки хлеба. Более того, намерены делать булочки на закваске по рецептам предков. Супруги уверены, семейная пекарня станет одновременно делом жизни и неплохим источником дохода. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.